Создать цивилизованный медиарынок, качественный контент и развить госязык в телерадиоэфире. Сегодня это главная цель Минкультуры и ряда крупных телеканалов, а именно ассоциации телерадиоорганизации, созданной в сентябре этого года. Сейчас по стране обещают свыше 50 отечественных телеканалов. Большинство из них, не имея своего контента, занимается ретрансляцией, при этом открытой и в немалых объемах. Показывают кыргызскую рекламу, что крайне противоречит закону. В их отношении надзорными органами будут предприняты меры. Говорить о том, что мы сегодня уже готовы назвать злостных нарушителей, немножко рановато. Мы ведем наблюдение, мы ведем мониторинг. Сейчас вот запустили проект по измерению, поэтому работа ведется, потихоньку работа ведется. А все потому, что многими телеканалами нарушаются нормы законодательства. Согласно поправкам, введенным в прошлом году в законе о телерадиовещании, запрещается использовать рекламу, которая нарушает права правообладателя. Кстати, именно эта статья чаще всего нарушается многими медиапространствами. Вместе с тем, больше половины выпускаемого контента должно быть на госязыке. И такой же процент составляет отечественный контент. Сейчас Минкультура запрашивает трехдневные записи эфиров, телеканалов, чтобы проверить, насколько соблюдаются законы. В течение года мы уточняли нюансы и теперь этот закон должен заработать в полную силу. Деятельность телерадиокомпании будет лицензировать департаменты информации и массовых коммуникаций, которые станет осуществлять контроль над тем, чтобы не менее 50 процентов эфира велось на государственном языке и не менее половины составляли программы отечественного производства. Сейчас мы направили письма телеканалам, чтобы они сохраняли все записи вещаний. Мы потихоньку, но идем к тому, что скоро, возможно, даже закроются некоторые каналы. Пока рано уверяют в ведомстве говорить о злостных нарушителях, но многие сами признаются о несоблюдении и находят выход из ситуации. Мы поговорили с директором телеканала Азия ТВ, который признался, что закон соблюдается ими только на 20 процентов. «Просто сейчас многие каналы испытывают трудности с финансированием. Наш канал вещается круглосуточно, но мы создаем на нашей небольшой платформе около 20 процентов собственного контента. В дальнейшем планирую увеличивать штат, чтобы уже полноценно мы могли подпадать под закон». За систематическое нарушение норм законодательства телеканала ждут жесткие меры. А в случае отказа исполнения закона многим придется приостановить свою деятельность. Согласно документу, ТВ обязаны сохранять записи 30 дней эфира и вести учет в случае требования предоставить их ведомству.